Здравствуйте, ребята! Меня зовут Аня Заржецкая, и сегодня я для вас прочитаю рассказ «Крокодил-знаток», написанный Джанни Радари. Однажды к воротам здания радиотелевидения в Риме на Виамадзине 14 подошел крокодил и попросил приема у ведущего программы «Рискни всем». Швейцар, понятно, его не пустил. Но крокодил настаивал. «Где табличка, что крокодилам вход воспрещен? Нет такой таблички. А раз так, не имеете права меня не пускать». «Подождите, я сначала справлюсь по телефону». «Прекрасно. Против телефонного звонка я лично не возражаю». Швейцар позвонил в кабинет директора программы «Рискни всем». «Доторе, тут пришел крокодил». «Ах, сеньор Крока», ответил доторе, который вечно говорил по двух-три телефонам сразу и окончания слов обычно не слышал. «Хорошо, пропустите его». Крокодил вошел в кабину лифта. И так как он был двухметрового роста, да еще на его голове красовался цилиндр фиолетового цвета, ему пришлось пригнуться. Одет он был в длинный-предлинный ярко-желтый плащ. Сеньора в лифте отразительного контраста цветов цилиндра и плаща упала в оморок. Секретарша директора программы «Рискни всем» была очень близорукой. Она взглянула на вошедшего и сказала «Садитесь, сеньор Крока, входите, доторе ждет вас». Доторе вовсе не ожидал увидеть крокодила в темных очках над огромной зубости пастью и отчаянно закашлялся. Крокодил терпеливо ждал, когда тот откашлялся потом сказал «Так вот, я такой-то и такой-то, и хотел бы принять участие в вашей замечательной и поучительной передаче. Кстати, у меня есть рекомендательное письмо от брата. Прекрасно-прекрасно, как поживает ваш брат. Знаете ли, ему здесь немного тесновато. После Нила трудно привыкнуть к бассейну зоологического сада. Простите, а в какой области вы считаете себя знатоком? В области полосатых котов и кошек. Вам не кажется, что это немного полосатая область. Но в известной мере и тигровая. О да, об этом я как-то не подумал. Значит, вы согласны, доторе? Тогда я хотел бы дебютировать в субботу. Мой брат будет очень рад. Доторе сунул в рот мятную карамельку и в растерянности сразу ее проглотил. Он взял другую карамельку и вдруг ужасно вспотел. Странно, сказал он. Не знал, что от мятных карамелек потеешь. Крокодил на прощание помахал цилиндром и удалился. Директор программы «Рискни всем» вызвал секретаршу, велел ей принести чашку крепчайшего кофе и позаботиться о всех деталях субботней передачи. Вечером в газетах появилось сообщение. В следующую субботу сеньор Кроко будет выступать в программе «Рискни всем». Его соперниками будут доктор Фанфарони и сеньора Чую Масло. О новом знатоке и его желтом плаще мы слышали много хорошего. Однако сама тема состязания держится ведущими в строжайшей тайне. Известно лишь, что речь идет о культе богини-кошки в Древнем Египте. Читатели сразу разделились на пять партий. Первая утверждала, что доктор Фанфарони, знаток в области утиных перьев эпохи Средневековья, сделает котлету из сеньора Кроко и приправит ее чесноком, съест, а потом отдаст кости своему коту. Вторая клялась, что сеньора Чую Масло, знаток в области африканских сыров, поставит своего соперника Кроко на колени и заставит его признать превосходство суданского сыра Качета над сыром Робиола из Северной Италии. Третья была уверена, что победный марш из Аиды прозвучит в честь сеньора Кроко. Четвертая пребывала в сомнениях, ну а пятая плевать хотела на весь этот поединок, так как увлекалась лишь футболом да немного шахматами. Наступил четверг, потом занялось утро пятницы и, наконец, настала суббота. На экранах всех телевизоров, кроме невключенных, появился крокодил в желтом плаще. Но ведущий программы «Рискни всем» Микки Бонджорно, следуя полученным инструкциям, невозмутимо называл его сеньор Кроко. Все же он дал понять телезрителям, что и сам не слепой. Знаете, сеньор Кроко, вы очень похожи на нильского крокодила. Вы спутали меня с моим братом, и я сам родом из озера Тано. Браво, браво! Наконец-то и у нас в программе «Рискни всем» появился, как и в команде Ювентус, так сказать, иностранный игрок итальянского происхождения. Расскажите же нам, уважаемый сеньор Кроко, как и почему вы решили специализироваться в сфере полосатых кошек. Что поделаешь, сеньор Микки, я вырос в заброшенном селении, где даже сыра почти не было. Я уж не говорю о музыке в стиле барокко и об истории свеклы. Об этом мы даже не слыхали. Я до всего дошел своим умом, благодаря силе воли и наблюдательности. И вообще, я самоучка, как и Джузеппе Верди. Чудесно, изумительно. Сеньор Кроко показал себя знатоком и в сфере оперной музыки. В прекрасные дни моей юности я съел фаготиста и оплакал его в си бемоль мажоре, скромно опустив глаза, признался Крокодил. Доктор Фанфарони брезгливо поморщился, а сеньора Чую Масло с непроницаемым вином вынула из сумочки сыр горгонзола. Тут ведущий понял, что пора переходить к вопросам. Все три соперника точно ответили на 10 вопросов из 10. Из Копенгагена особым рейсом прибыли многочисленные болельщики Крокодила. Трое знатоков заняли для финального поединка три кабины. Доктор Фанфарони ответил на сложнейший вопрос по архитектуре. Но он допустил ошибку, когда его спросили, сколько крутых яиц вместила бы Пизанская башня, если бы ее превратили в гигантский контейнер. Крокодил выскочил из своей кабины и в мгновение око проглотил доктора, выплюнув лишь золотые швейцарские часы. «Однако же вы, сеньор Крока, большой проказник!» — с улыбкой заметил ведущий. «Разве можно съедать своих соперников?» «Извините, но я не сумел удержаться. Слишком уж я люблю Пизанскую башню». «Понимаю», — сказал Микки Бонжорно, «но выплевывать великолепные швейцарские часы вы не должны были. «Простите, сеньор Микки, я не знал». «Хорошо, на этот раз мы вас прощаем». Настала очередь сеньоры Чуюмасла. Ей нужно было ответить на вопрос, кладут ли люди племени Бонту в овечий сыр, петрушку или же бруснику. «Они кладут петрушку», — ответила сеньора Чуюмасла. Но мгновенно поправилась. «Нет-нет-нет, я хотела сказать бруснику». «Обман!» — завопил крокодил. «Засчитывается только первый ответ». И он проглотил, даже не разжевав, и сеньору Чуюмасла. «Нехорошо, нехорошо, сеньор Кроко», — воскликнул ведущий Микки Бонжорно с упреком, водя указательным пальцем у него под носом. «Так мужчины не поступают. С женщинами нужно обращаться по-рыцарски. Тем более, что передача идет на всю Европу, и нас смотрят в Белинцоне и в Амстердаме». «А в Фрибурге нас смотрят?» — в крайней тревоге спросил крокодил. «Разумеется». «Как жаль! Обещаю, что больше это не повторится». «Да, но вы уже съели двух своих соперников. Не знаю даже, можно ли продолжать программу. Что вы об этом думаете, сеньор Нотариус?» Сеньор Нотариус ответил, что в правилах не предусмотрены санкции против каннибалов, и потому состязание можно продолжить. «Тогда скажите, сеньор Кроко!» — обратился к крокодилу ведущий. «Где именно поймана мышь и съела ее кошка Карла Великого, когда ее провозгласили императором?» «В Риме, возле пантеона, не колеблясь ни секунды», — ответил крокодил. «Ответ совершенно точный!» — воскликнул Микки Бонжорно. «А теперь?» В тот же миг крокодил выскочил из кабины, и не успели зрители досчитать до трех, проглотил и ведущего. Из брюха крокодила донесся его протестующий голос. «Это уж слишком, сеньор Кроко, ведь нас смотрит и в Брюсселе!» Крокодил поправил сползший набок цилиндр и огляделся с победоносным видом, как бы спрашивая. «Осталось еще кто-нибудь?» «Осталась я!» — ответила помощница ведущего Сабина с загадочной улыбкой молодой женщины, окончившей философский факультет университета. Зрители затаили дыхание. Предстоял захватывающий поединок. Удастся ли крокодилу заглотить еще и Сабину? Ведь в животе у него уже сидят три человека, а живот этот растягивается лишь до определенного предела. «А может, Сабину спасет от злотея нотариус?» Затем он попросит ее руки, женится на ней и новобрачный отправится в свадебное путешествие по самым первым страницам всех самых известных бульварных журналов. Одни верили в такой исход, другие нет. Сама же Сабина не потеряла присутствие духа. Она с милой улыбкой обошла крокодила с тыла и схватила его за хвост. Подняла на высоту одного метра и пятидесяти сантиметров и стукнула головой от пол. «Нарушение правил!» — завопил крокодилу. «Этого пункта нет в регламенте. Тебе не вредно немного размяться!» — отметила Сабина. Крепко держа крокодила за хвост, она стала размахивать им над головой, словно это было ведерко с водой. «Раз, два, три! Все быстрее и быстрее!» «Вступитесь, сеньор нотариус!» — завопил крокодил. «Право же сеньорина обращается со мной жестоко, так, словно я кнут!» «Ты обманщик и плут!» — ответила ему в рифму образованная Сабина. Она стала крутить его над головой с ловкостью ковбоя из цирка «Росекс». Крокодил со свистом разрезал воздух, зрители ликовали. Внезапно он ударился челюстью о пол. Цилиндр слетел с головы, желтый плащ надулся, словно парус на сильном ветру. «Открываю счет! Раз, два, три!» — воскликнула Сабина. «При счете десять из пасти крокодила вывалился Микки Бон Джордон. Он сразу стал одергивать свой коротенький пиджак, ведь безукоризненный ведущий всегда должен быть и одет безукоризненно. При счете одиннадцать из брюха вывалилось сеньорочую масло. «Какой, однако, непростительный промах!» — пробормотала она. «Ведь я же хотела сказать бруснику!» При счете двенадцать из брюха крокодила осторожно вылез доктор Фанфарони и тут же принялся искать свои золотые часы. «Хватит!» — взывал крокодил. «Сжальтесь надо мной! Я же вернул всю добычу!» «Сейчас я тебя за все твои гнусности выверну наизнанку!» — сказала Сабина. Сунула ему руку в пасть и вывернула крокодила наизнанку, словно старый шерстяной носок. «Какой некрасивый поступок!» — заплакал крокодил. «Я пожалуюсь брату!» Но это уже была лишь жалкая тень прежнего непобедимого крокодила-знатока. Собрав последние силы, он снова вывернулся на лицо, стряхнул пыль и чешуйки с плаща, почистил зубы и поплелся прочь. «Мы еще вернемся!» — вернемся! — туманно пригрозил он. «Как жаль, сеньор Крока! На этот раз вы грубо ошиблись!» — поправил его ведущий Микки Бонджорно. «Надо было сказать в единственном числе, и я вернусь!» «Нет, не ошибся!» — ответил крокодил, утирая цилиндром слезы. «Мы вернемся с братом! Мы — это множественное число, сеньор Микки!» Субтитры создавал DimaTorzok